Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и добро пожаловать на мой канал о графическом дизайне. И сегодня я хочу вам показать, как нарисовать в программе Adobe Illustrator щелкунчика. Я уверена, вы все смотрели эту рождественскую сказку про заколдованного принца, короля мушей и милую девушку, которая спасла принца. И вот сегодня мы с вами будем рисовать именно щелкунчика. Но сначала я хотела бы вас пригласить в свой телеграм-канал, он у меня очень-очень большой, там более 6500 подписчиков и все начинающие, и не только графические дизайнеры. И также у меня на телеграм-канале большой чат, где вы можете общаться друг с другом, иногда тоже я там появляюсь, отвечаю на вопросы. И также хочу напомнить, что у меня на телеграм-канале ежемесячно проходит конкурс, где я разыгрываю свой курс. Подробнее про мой курс вы можете посмотреть по этой ссылке или пойти на мой телеграм-канал. Ну, в общем, приходите на телеграм, там очень интересно, он очень живой. И вы обязательно там найдете единомышленников и, возможно, новых друзей. Ну все, ребят, давайте начинать рисовать щелкунчика. Сразу скажу, урок не короткий, так что придется попотеть. Ну все, ребят, давайте начинать урок и погнали! Итак, ребят, это размер рабочей области, в которой я буду работать, а это цвета, которые я буду использовать в этом уроке. Если вы хотите посмотреть на дизайн поближе, то теперь вы можете это сделать не только на моем Patreon, но также и на моем Boosty. Теперь вы можете меня поддержать и на Patreon, и на Boosty. На Patreon 1 доллар, а на Boosty 65 рублей. Вы можете скачать мой дизайн из урока вместе с цветами и посмотреть на него поближе. Все, ребят, давайте начинать рисовать нашего щелкунчика. Итак, моя рабочая область готова, цвета уже в панели образцов. Давайте возьмем цвет кожи, да, или цвет дерева, щелкунчика. И инструмент круг, и создадим круг размером 174 на 230 пикселей. Так, хорошо, ставим сюда. И теперь нам нужно инструмент взять прямое выделение и поднять эту опорную точку вверх. Так. Теперь нужно взять темно-зеленый цвет и инструмент перо, и будем рисовать ему шапку. Так, начинаем отсюда и ставим опорные точки. Готово. А теперь мне нужно взять красный цвет и инструмент круг, и нарисовать вот здесь вот круг. Так. Поднять чуть-чуть повыше. Давайте перенесем темно-зеленую часть на передний план. И поднимем немножко красную часть вверх. Так. Теперь выделяем оба элемента. Инструмент создания фигур. Берем, зажимаем Alt и удаляем ненужные нам части. Все, теперь берем инструмент прямого выделения, вот эти опорные точки чуть-чуть ближе к друг другу сдвигаем, чтобы все-таки шапка не была такой прям сильно широкой. И также с помощью инструмента прямого выделения опускаем вот эту опорную точку немножко вниз. Так, хорошо. А теперь берем красный цвет и создаем вот здесь вот такой круг. Сейчас мы его немножко тут состыкуем и сузим. Вот так. Выделяем оба элемента и с помощью инструмента создания фигур удаляем ненужную часть. Так, теперь берем с вами желтый цвет и инструмент опять круг и создаем здесь сначала первый круг. Так. А теперь копируем и вставляем его дважды. Одну из копий поднимаем вот так вверх и вбок. Выделяем обе копии. И по Finder, да, обработка контуров минус передний. Так, и берем темно-желтый цвет для тени. А теперь мне нужно нарисовать овал. Вот такой. И ставим сюда пока, переводим в обводку. И для обводки мне нужно взять светло-желтый цвет и кисть. Так, это слишком толстая. Вот эту кисть. И теперь здесь выделяем вот этот овал и выделяем вот эту упорную точку с помощью прямого выделения. Нажимаем delete на клавиатуре и удаляем ненужную упорную точку. И остается вот такой полуовал. Вот этот круг с тенью переносим на передний план. Делаем копию. Зажимаем alt и делаем копию. И переносим сюда. И теперь немножко давайте поправим все здесь элементы. Подвигаем. Так, хорошо. Идем дальше. Теперь давайте переходить к лицу. Начнем с волос. Возьмем светлый цвет. В заливке, да? Светлый цвет мне нужен. И теперь берем инструмент круг. Создаем здесь вот круг. И теперь еще один круг здесь. И переносим назад. Так, хорошо. Теперь с помощью прямого выделения поиграемся немножко опорными точками. Так. И теперь берем опять круг. Создаем здесь еще один круг. Вот так. Мне нужно здесь, получается, из одного круга вырезать тоже кусочек. Вот так вот выделяем оба круга. И обработка контура в минус передний. И вот это все отправляем назад. Так, теперь немножко я поиграю с волосами. Так, хорошо. Теперь возьмем розовый цвет в обводке и инструмент спираль, да? Создадим вот такую спираль. И отобразим ее по вертикали. Так. Можно чуть-чуть вот так вот удлинить. Отправить назад. Так. Плюснуть. Поставить сюда. Давайте здесь тоже сплю с ним. Так. Опущу здесь опорную точку. Так. И теперь вот эту спираль тоже я перенесу вниз. Только сделаю ее чуть-чуть побольше. Вот так. Хорошо. Так. Теперь я хочу взять прямое выделение. Вот здесь вот чуть-чуть покороче все-таки волосы сделать. Так вот будет получше. Так. Теперь здесь толщину давайте поставим 2. Здесь толщину тоже поставим 2. Все готово. Теперь выделяем волосы. Группируем. Двигаем чуть ближе к лицу. И отображаем по вертикали. Копируем, да? И ставим сюда. Все. Получились вот такие волосы. Так. Теперь мы с вами рисуем лицо. Нам нужно открыть фотографию щелкунчика и усов. Эти фотографии вы найдете под видео. Ссылки на них. Вы можете найти других щелкунчиков, кстати. То есть вам может захотеться сделать абсолютно другое лицо. Их большое количество, этих щелкунчиков. Вы можете, кстати, и одежду по-другому нарисовать. И шапку по-другому нарисовать. Здесь мне конкретно нужны только глаза. Берем светло-бежевый наш цвет. И с помощью инструмента перо мы здесь обводим контур глаз. Так. А теперь мне нужно еще взять тем... Точнее, не темно-зеленое, а просто зеленый цвет. И нарисовать теперь зрачки. Так. Рисуем зрачки здесь. Так. Привожу теперь в обводку-заливку. Так. Давайте. Перевожу обводку-заливку, да. И то же самое здесь. Перевожу обводку-заливку. Так. Хорошо. А теперь... Копирую. Ставила глаз. Зрачок, точнее. Я сделала вот второй темно-зеленый. Вот так вот, да. И теперь нужно еще нарисовать ресницы и брови. Возьмем прямоугольник. Нарисуем здесь вот такие вот ресницы. И с помощью инструмента перо нарисуем бровь. Ребят, помните, что щелкунчик у нас должен получиться все-таки грустный. Потому что, да, это заколдованный принц, которому не очень-то нравится быть щелкунчиком. Так что старайтесь, чтобы у вас получилось грустное лицо у него. Вот так. Теперь беру еще инструмент овал со светлым цветом. И здесь еще вот такой вот на зрачке блик. Так. Теперь можно фотографию удалить. Нам она больше не нужна. Мне здесь только нужно было глаз и брови. Группируем глаз и делаем его побольше. Я еще буду много раз возвращаться к лицу и играть с ним. Пока расположу так. Копирую глаз, да, и отображаю его, да, получается, по вертикали. Вот, видите, уже у нас достаточно такое грустное лицо. Так, перенесем давайте шапку на передний план. Так, хорошо. Теперь, теперь давайте еще немножко поднимем, наверное, глаза наверх. И чтобы они тоже так вот по центру стояли. И возьмем теперь темный такой вот красный цвет, да, инструмент прямоугольник с закругленными углами. И нарисуем здесь нос. Так, хорошо. Теперь тот же, точнее, не тот же такой светло, или, точнее, темно-розовый такой цвет, да, и рисуем ему румянец. И нужно перенести теперь все глаза, точнее, оба глаза, да, и шапку на передний план. Так, румянец можно чуть-чуть поднять. Так, хорошо. И теперь здесь давайте разгруппирую глаз. И хочу зрачок все-таки поднять чуть выше и сделать его чуть больше. Скажем, добавить так больше грустности. Но при этом такой немножко милости. Так, и теперь переносим тоже здесь ресницы на передний план. И давайте копируем зрачок, ставим сюда. И обязательно отобразите его по вертикали. Так, и перенесите здесь тоже ресницы на передний план. Так, оставляем пока так. Так, давайте нарисуем теперь рот. Тоже берем цвет, скажем, с носа, да, такой же цвет, как на носу. И рисуем здесь такой прямоугольник. Чуть-чуть побольше можно вот так вот сделать. Теперь берем с вами... Нет, наверное, все-таки поменьше. Берем с вами инструмент прямое выделение и тянем все углы, чтобы их вот так вот закруглить. И теперь эффект, деформация, балч, да? Это у нас раздутие, по-моему, на русском. И процентов 15. Ставим ОК. Объект. Разобрать оформление. Так, теперь давайте рисовать ему такие вот полосы на лице, показывающие, что он щелкунчик. Берем такой вот темный цвет. Чуть темнее кожи, да? Рисуем вот такую вот полосу. Вот так по центру рта ее располагаем. И теперь мне нужно эту полосу скопировать и вставить, и укоротить ее. Тоже, знаете, показать как бы вот такую щель между зубами, скажем. Еще зубы нарисуем. И нужно удалить вот здесь вот ненужные элементы с помощью инструмента создания фигур. Так, хорошо. Теперь берем с вами белый цвет и инструмент прямоугольник. И создаем с вами вот такой вот первый зуб. И нужно сделать копию. И второй зуб так подлиннее здесь. И теперь берем первый зуб. И нам нужно выделить только две вот эти опорные точки, чтобы закруглить только верхушки. Так, можно оставить так, а можно чуть-чуть подлиннее сделать первый зуб. Вот так вот, да? Второй чуть-чуть тоже вот так вот. Все, теперь трансформации отображаем по вертикали копия. И переносим сюда. И я между зубами хочу сделать вот чуть больше щель между двумя, да? Вот так вот. Давайте попробуем еще чуть больше сделать. Если что, потом просто вернем, чтобы чуть поменьше было. И давайте сгруппируем все четыре зуба и отобразим их по горизонтали уже и копируем. Так, и ставим сюда. Перенесем вот эту темную синюю щель на передний план. Все, да? Давайте посмотрим, как это смотрится вдалеке. Ну, нет, наверное, давайте щель сделаем поменьше. Давайте, разгруппирую здесь зубы. И разгруппирую здесь. И сдвинем чуть-чуть. Вот так. И тогда рот вот с этой стороны поуже. Все, да? Вот оставим таким вот образом. Можно рот чуть-чуть к центру сдвинуть. Можно оставить как есть. Так, и теперь давайте я поиграюсь еще с глазами. Я сделаю их побольше. Сгруппирую давайте глаза здесь, чтобы ничего никуда не делось. И сделаю их побольше. И потом будем с вами делать ему усы. Так, теперь можно брови поднять вверх. Так, хорошо. Теперь давайте разгруппируем еще глаза. И может быть зрачки чуть-чуть поменьше. Так, и теперь давайте усы. Возьмем, да, темно-зеленый цвет и инструмент перо. И обведем усы. Не обязательно прям супер по контуру. Просто примерно, чтобы это было похоже на усы. И нам здесь нужна вот так вот половинка. Вот так. Давайте посмотрим, что получилось. Теперь давайте выровним с помощью инструмента сглаживания. Там вот этот уголок получился, да, чтобы поровнее все смотрелось. Фотографию можно удалить. И теперь здесь отобразим по вертикали и сделаем копию. Да, вот так вот. И выравниваем и объединяем с помощью Pathfinder, да, обработки контуров, добавить. Ну а давайте поднимем повыше и сделаем его поменьше. Так, усы побольше, естественно. С усами он, кстати, сразу более лучше смотрится. Так, вот таким образом сделали ему усы. Так, и давайте их немножко еще смягчим инструментом смягчения. И, в общем-то, лицо у нас готово. Лицо это было, скажу, ребят, самое сложное, да. Нам нужно было сделать грустно, но чтобы все-таки не очень страшно было. Так, теперь красный цвет берем и инструмент прямоугольник. Так, и создаем прямоугольник 207 на 166 пикселей. Так, ставим вот так вот. Чуть-чуть заходя на зубы, таким образом. Чуть-чуть можно пониже вот так вот опустить. Но заходя на зубы, да. Так, дальше еще один с вами создаем прямоугольник размером 125 на 80 пикселей. Так, и сейчас с этого мы с вами будем делать ему камзол. Так, здесь опорные точки сдвигаем к нижнему прямоугольнику. Так, хорошо. Теперь берем инструмент перо с тем же красным цветом. Здесь вот в середину идем. Закругляем. И теперь вот так вот. Здесь можно некрасиво выйти за линией. И теперь выделяем два элемента. Обработка контуров, пересечение. Так, готово. Теперь возьмем этот элемент и отобразим по вертикали. Копируем и поставим. Так, а теперь берем инструмент прямого выделения. Эту опорную точку двигаем влево. Вот так вот. А эту опорную точку двигаем вправо. Кстати, можно было сначала подвигать, а потом вот отобразить элемент по вертикали. Да, ну, уже сделала так. Так, можно еще немножко сдвинуть вот так. Теперь берем с вами темно-зеленый цвет такой, да, инструмент прямоугольник. Создаем такой прямоугольник и отправляем его назад. Все, готово. Теперь нам нужно создать ему пояс с тем же самым темным цветом. Создаем здесь вот такой прямоугольник. Так. И теперь выделяем, точнее, подвигаем его вверх, выделяем оба элемента и удаляем вот здесь вот ненужные части с помощью инструмента создания фигур. И теперь берем желтый цвет и инструмент опять прямоугольник и создаем ему вот такой вот здесь вот пряжку на поясе. Копируем, вставляем. Делаем поменьше прямоугольник. Ставим по центру. Выделяем оба прямоугольника. И выравниваем. И обработка контуров исключение. Так, все, готово. Теперь берем, ребят, белый цвет или бежевый цвет, да, инструмент перрон и начинаем ему создавать на камзоле узор. Таким вот образом. Так, первый узор готов. Давайте пояс перенесем на передний план. Так, теперь здесь отобразим по вертикали и копируем. Ставим сюда. Так, хорошо. Можно немножко вот эти полоски светлые сдвинуть ближе друг к другу. Вот так вот. Так, теперь давайте создавать ему такие застежки, получается, на камзоле, да. Берем инструмент прямоугольник. Создаем здесь вот такой вот прямоугольник. Так. Опускаем вниз. Делаем копию. Опускаем вниз. И еще одну копию тоже опускаем вниз. И нужно удалить вот здесь вот ненужные части. Просто вот так вот сдвиньте, укоротите, да, получается прямоугольник. Так, и теперь берем с вами желтый цвет и создаем пуговицы. Создайте одну пуговицу, а потом копируйте и вставляйте ее сколько вам необходимо раз. Просто, да, зажимаю Alt и делаю копии. Так, готово. Можно немножко подвигать пуговицы. Так, теперь белый цвет и создаем такой овал. Делаем еще одну копию. Выделяем оба овала. Обработка контуров добавить. Объект. Контур, параллельный контур. Окей. Выделяем оба элемента. И обработка контуров исключения. И немножко покрутить нужно узор, да, чтобы он как бы совпал тоже с тем узором, который у нас белый уже есть тоже на камзоле. Так, и удалить ненужные элементы. Так, все готово. Теперь отобразим по вертикали. И ставим сюда. Все, поставила. Так. Пояс на передний план. Все, готово. Теперь, ребят, давайте нарисуем ему бороду. Тоже с помощью вот этого темно-зеленого цвета инструмента перо. Мы нарисуем ему бороду. Тоже нарисуйте ему половину бороды. И как вместе с усами, потом просто соединим две половинки. Так, и теперь отобразим это по вертикали. Копируем. И состыковать надо, чтобы потом объединить их. Так. И теперь выделяем обе половинки и обработку контуров добавить. Так, ставим сюда. Берем красный цвет и инструмент прямоугольник. И теперь создаем ему руки. Создадим такой прямоугольник. Так. Сдвигаем опорную точку сюда. Расширяем, да, немножко. Берем золотой цвет и создаем еще один прямоугольник. Здесь выделяем два угла и закругляем вот так. Так. Так вот ставим, выделяем оба. Идем вверх. Так, можно сузить, можно оставить как есть, как хотите. Так, дальше идем. Дальше мы с вами... Давайте выровняем все. И немножко сдвинем руку сюда. Так, теперь берем белый цвет, да, бежевый белый цвет. И инструмент прямоугольник. И создаем вот такой вот прямоугольник. Так, теперь берем свободную трансформацию. И сужаем вот здесь вот. Да, сужаем манжет. Так, хорошо. Теперь возьмем с вами светло-розовый цвет. И вот такой вот круг нарисуем. Такая у нас будет, скажем, тень на манжете. Так, давайте еще я ее, наверное, сужу. Чуть-чуть вверх. С плюс, ну, выделяем оба элемента. Инструмент создания фигур удалить не нужно. Так, хорошо. И теперь берем цвет темно-зеленый и инструмент круг. И создаем здесь такую, скажем, пуговицу, да. Так, можно чуть побольше сделать. Вот так. Все, готово. Теперь давайте возьмем цвет. Точнее, здесь еще давайте вот так вот сузим. А теперь возьмем цвет лица нашего щелкунчика и инструмент перо. И нарисуем ему руку. Так, делаем руку чуть-чуть побольше. Поближе идем. И теперь вот эту опорную точку сюда сдвигаем, а эту опорную точку сюда сдвигаем. И вот эту вот опорную точку закругляем вот так. Все готово. Так, теперь так вот темный цвет, да, для тени кожи берем. И сплюсниваем. И теперь мы с вами выделяем вот эти два элемента и удаляем ненужное. Так, все, отправляем вот это на задний план. И можно чуть-чуть вверх тень поднять вот так. Так, все хорошо. Теперь нам осталось наверху вот здесь дорисовать круги. Как бы такие элементы декора, да. И все. Ребята, вы тоже посмотрите разные фотографии щелкунчиков. Вообще там разные бывают узоры на одежде, на камзоле. Вообще разные лица. Ну, они все, конечно, грустные. Но можно создать абсолютно, допустим, свой какой-то узор на одежде. И копируем и вставляем дважды вот эту желтую штучку. Выделяем обе копии. Обработка контуров минус передний. И делаем тень такую, да. Все, рука готова. Давайте ее сгруппируем и отобразим по вертикали. Все, ставим сюда. Выделяем оба элемента и выравниваем. Все, готово, ребят. Теперь осталось, я считаю, самое легкое. Это две ноги осталось сделать. Так, теперь берем с вами светлый цвет. И пишем размер 71 на 197 пикселей. Так, и отправляем на задний план. Так, поднимаем вверх. Так, хорошо, теперь давайте инструмент свободной трансформации. Вот здесь вот сужаем ногу. И теперь берем с вами еще темно-зеленый цвет. И еще раз создаем один прямоугольник размером 77 на 194 пикселя. Так, сдвигаем. И теперь тоже инструмент свободной трансформации. Вот тут вот сужаем наверху, да. И с помощью инструмента прямого деления подгоняем опорные точки, чтобы они четко прилегали к ноге. Вот так, да. Так, теперь берем инструмент с вами круг. И нарисуем здесь круг такого же темно-зеленого цвета. Так, давайте его подгоним по величине. Это у нас будет передняя часть сапога. Так, теперь мне нужно отрезать кусочек. Мне нужно взять прямоугольник и отрезать кусочек этого овала. Где-то вот такой прямоугольник. Выделяем оба элемента, обработка контуров, пересечение. Так, готово. И теперь берем с вами светлый, скажем, темно-зеленый цвет и инструмент перо. И мне нужно нарисовать здесь на передней части сапога блик. Чтобы ее было вообще видно, что здесь есть еще какая-то передняя часть сапога. И теперь, ребят, мы давайте копируем и вставим эту часть. Выделим копию и новую фигуру и обработка контуров, пересечение. Можно было удалить с помощью инструмента создания фигур, как вам удобно. И закругляем вот эту вот опорную точку. А теперь мы берем с вами желтый цвет и инструмент прямоугольник. Рисуем здесь прямоугольник. Так, поближе. Давайте сделаем пошире. Так. Выделяем оба элемента. Удаляем здесь ненужные. Так, теперь берем еще опять желтый цвет. И еще создадим две полоски с помощью инструмента прямоугольник. И тоже, конечно, выделим все. И удалим ненужное с помощью инструмента создания фигур. Так, и осталось сделать еще один узор. Берем инструмент прямоугольник. Создаем прямоугольник. Так, поворачиваем. И отображаем тоже по вертикали копии. Выделяем оба элемента. Давайте вот так поставим и сгруппируем. И сделаем еще две копии. Все. Вот эту часть сапога перенесем на передний план. И теперь выделим эти все полоски и сапог. И удалим ненужное с помощью инструмента создания фигур. Все, что вот за сапогом находится, все нужно удалить. Все. И смотрите, можно вот эту вот переднюю часть на сапоге сделать чуть светлее, чтобы ее было видно. Вот эту, да? Дважды нажимаем на цвет и чуть-чуть берем оттенок здесь посветлее. Окей. Все, да? И теперь выделяем ногу. И группируем ее. И теперь отображаем ее по вертикали. И копируем, да? И теперь ставим сюда. Выделяем ноги. И отправляем назад. Так. И по центру их ставим. Поднимаем чуть вверх. Так. Хорошо. Теперь выделяем полностью из шелкунчика. Да? Ctrl-A. И поднимаем наверх его. И давайте сделаем фон. Вот такой вот средний зеленый салатный цвет, да? Размещаем такой фон с помощью прямоугольника. И отправляем назад. Теперь потемнее салатный цвет возьмите, чтобы сделать тень под шелкунчиком. И отправить назад. Так. И чуть-чуть тень вверх. И теперь нужно взять светло-салатный цвет. И создать два овала. Один побольше, другой поменьше. И мы сделаем из них снег. Теперь выделяем первый овал, да? И идем в символы. Плюс. Ок. И второй тоже самое. Плюс. Ок. И удаляем эти элементы. Теперь идем в символы. Берем инструмент распылитель символов. Сначала давайте самый большой возьмем. И распылим его. Распыляйте как хотите. Хаотично, да? Как вот идет снег. И теперь возьмите поменьше. Элемент символ, да? И тоже распылите его. Вы можете его оставить поверх щелкунчика, да? Получается такой снег и какая-то легкая потертость. Можете и фон, и снег перенести на задний план. И тогда все будет, скажем, у вас на заднем плане. Все, ребят, мы с вами нарисовали вот такого вот щелкунчика. Надеюсь, вам понравился мой урок. Если да, то поставьте мне лайк. И увидимся или услышимся в следующих уроках о графическом дизайне. Или в следующих видео о Adobe Illustrator. Ну и все, ребят, целую-целую. Пока-пока. И счастливого Нового года.